Сегодня днём у нас с вами опять появились космические перспективы. В буквальном смысле этого слова. Корабль «Союз» удачно взлетел сегодня, а в нём российско-американно-канадский экипаж. В прошлый раз, если помните, «Союз» наш взлетел неудачно. Так себе взлетел. Экипаж тогда спасла система аварийной посадки. А вот сегодня всё прошло штатно. Космонавты уже на орбите. МКС станет их домом на ближайшие полгода. На Байконуре за сегодняшним стартом наблюдал Иван Прозоров. Ещё три часа. Космонавтам нужно ждать, пока откроются люки между кораблём «Союз» и МКС. Но уже понятно. Полёт и стыковка со станцией прошли штатно. Все системы отработали без замечаний. За стартом напряжённо следили специалисты Роскосмоса. Замерли инженеры из НАСА. Канадские коллеги вглядывались в небо. Лишь когда корабль вышел на орбиту, зрители выдохнули. Есть выключение двигателя боковых блоков. Есть отделение первой ступени ракеты-носителя. Продолжение следует. Видели октябрьскую аварию своими глазами. Они были на Байконуре в качестве дублёров. Риск – это составляющая нашей профессии. Мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации. Поэтому мы понимаем, что мы можем столкнуться с ними. С командой всё в порядке. И за это нужно поблагодарить изумительную спасательную систему космического корабля «Союз». Только представьте, в стратосфере случилась авария, а экипаж смог вернуться домой к своим семьям. Спасибо умному устройству «Союза» и навыкам поисково-спасательной бригады здесь, на Земле. Расследование, проведённое «Роскосмосом» и НАСА, ответило на три главных вопроса. Что случилось? Почему это случилось? И как избежать этого в будущем? Поэтому мы уверены, что наш полёт пройдёт хорошо. Сборочный цех «Союз» покинул засветло. В этот раз особые меры безопасности перед платформой проверяют каждый метр пути. Пробежка длиной в 2 километра в минус 15 градусов. На перевозку ракеты из тёплого ангара до стартовой площадки уходит больше двух часов. Чтобы за это время на степном морозе не пострадали важные системы, например, приборы или топливные элементы, всё время к головному обтекателю подключены вот эти огромные трубы, по которым поступает горячий воздух, он нагнетается вот из этого вагона. По сути, огромный нагреватель, который поддерживает постоянную температуру. На установку ракеты пришла семья Олега Каноненко. Двойняшки Алиса и Андрей и супруга Татьяна. Она сама работает в РКК «Энергия». Всё слаженно, так что придраться не к чему. Это я как наблюдатель, да, смотрю, всё ли в доме порядки. Приглядываю за ракетой. За установкой следит и директор по программе МКС при НАСА Кирк Шайерман. Из-за неудачного запуска планы пришлось скорректировать. На станции останется только один американский астронавт. И минимум до 20 декабря рабочий день на орбите будет продлён. Как только экипаж доберётся до станции, они сразу приступят к работе. В этот раз график более напряжённый. В успехе миссии я не сомневаюсь. Ракета-автоматика корабля разработана прекрасно. Возглавил экспедицию Олег Каноненко. Это его четвёртый полёт. Он летал и на Союзах, и на американских шаттлах. Американка и канадец в космосе ещё не были. Майор Макклейн пилотировала боевые вертолёты, прошла войну в Ираке. Сен-Жак – опытный инженер, астрофизик и доктор медицины. Таким образом, на МКС соберётся сразу четыре космических агентства. Российское, американское, европейское и канадское. Иван Прозоров, Юрий Шолмов, Виктор Аверин и Кирилл Данилов. Первый канал – Байконур.